Доброе утро! С вами Венин Шугнов, программа Детские Вести. Начнем с самого главного. Завтра Международный День Мам. Не забудьте поздравить своих матерей. Вы же знаете, как вам это важно. Мама – это очень важный человек в жизни каждого человека. Мама любит очень сильно. Моя мама – самый лучший человек на свете. Она дала мне все. Если бы не была мамой, не было бы и меня. Мамой быть очень сложно, особенно моей. Надо успевать делать все. И работать, и заботиться о семье, и готовить, и стирать. Мама бывает иногда странной. Когда тетенька становится мамой, она, конечно же, меняется. Она, мне кажется, становится чуть-чуть добрее, веселее. Мама говорит важные вещи. Она хочет, чтобы каждый был счастлив. Мамам нельзя переживать, потому что они могут забеспокоиться так, что даже может в некоторых моментах быть хуже вам же. Ё-моё! Мы делаем привычные вещи. Они такие… Молодые, ну что ты делаешь? Мама, я уже большой. Не надо за мне переживать. У меня все под контролем. Я все улазил. Поздравляю тебя с праздником, мама. Желаю тебе всего-всего самого лучшего, чтобы ты всех любила и чтобы тебя все любили. Поздравляю тебя, мама. Я тебя люблю. Мам, я тебя люблю. Ну, я тебя люблю. Муа! 21 ноября отмечался Международный день телевидения. Это наш профессиональный праздник. Наша телекоманда – самая молодая в Ульяновске. Самому юному нашему репортеру всего 4 года, а самым старшим ребятам уже исполнилось 15. В 200 снимаются школьники из 10 стран мира – России, Австралии, Азербайджана, Великобритании, Греции, Израиля, Канады, США, Турции и Южной Кореи. За полтора года нашими корреспондентами побывали более 60 ребят. Вместе мы сделали более 40 выпусков и спецвыпусков программы. У нас за плечами несколько сочин интервью, в том числе с известными актерами, создателем Яндекс.Учебника и Дедом Морозом. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас большие планы. Если хочешь, присоединяйся. А всех моих коллег – старших и младших – я поздравляю с этим праздником. Ура! В разгар праздника к нам присоединился Сергей Иванович Морозов. Мы, конечно же, воспользовались свечем. Так что в этой программе рубрика «200 вопросов» будет не совсем обычной. Это будут 200 вопросов губернатору. Еще год назад мы всей командой гадали, кто же такой губернатор. Губернатор – это арт-президент. Его работа делает граждан счастливыми. Он наменяет Путина. А неделю назад Сергей Иванович уже сам пришел к нам в гости, чтобы поздравить с Днем телевидения. И мы, конечно, не растерялись. Сразу забросали его вопросами, чтобы было чего вам рассказать. И вот что мы узнали. Кем губернатор работал раньше? Раньше губернатор работал милиционером. Тогда еще не было полиции. Он ловил преступников и бандитов. Эта работа ему не нравилась. Много, много я поймал вместе своими товарищами. И те, кто убивал людей, и те, кто воровал у людей имущество, и те, кто отравлял жизнь друг другу наркотиками. Знаешь, вот мне нравилась эта работа в уголовном росте. Это работа для настоящих мужчин. Как Сергей Иванович проводит свободное время? Выяснилось, что выходных у губернатора не бывает. Все время приходится куда-то ездить, читать документы и общаться с людьми. Отдыха такого большого нет. Я уже к этому, к сожалению, привык. Но это неправильный образ жизни. Надо все равно выделять время на отдых. Президент Путин занимается дзюдо. А губернатор чем? Лучший отдых – это, конечно же, спорт. Даже при таком загруженном графике губернатор находит на него время. Если появится снег, то возьму лыжи горные и поеду в бундерк кататься на горных лыжах. Жду с нетерпением, когда станет окончательно холодно, для того, чтобы одеть коньки. И люблю кататься на коньках, играть в хоккей, но на улице. Двоечки-то в школе бывали? А это мы не спрашивали. Это губернатор сам приговорился. А мы, как настоящие журналисты, сразу записали. Теперь будем родителям показывать при случае. Я не скрою о том, что я тебя спросил, говорю, у тебя двойки есть? Ты говоришь, честно, да, бывает. У меня тоже в школе бывало. Так сказать, я тоже, так сказать, как и ты, наверное, не очень так блистал таким вот дисциплиной. Так немножко приходилось слышать, как меня поругивают учителя. Какой вопрос был самый сложный в детстве? Все мы любим задавать вопросы. А вот какими вопросами задавался губернатор, когда учился в школе? Что ему больше всего озадачивало? Если человек ставит перед собой цель, если он понимает, как эту цель достичь, то он ее обязательно достигнет. Поэтому я находил потом через некоторый период времени ответ на те вопросы, которые меня интересовались. Как стать настоящим человеком? Я им стал. Встреча у нас была недолгой. И, конечно, сразу все наши вопросы в нее не поместились. Но Сергей Иванович обещал позвать нас к себе на работу. А значит, у нас еще будет возможность задать у нас 15-200 вопросов. Эта зима наконец-таки будет снежной. Мы такую зиму ждали с позапрошлого года. Если верить прогнозам, то в этом году будут и санки, и коньки, и лыжи. И в снежки будут чем играть. Смотрите, какая сейчас классная погода. Можно кататься на санках, играть в снежки, лепить снеговиков. А вы помните зиму прошлого года? В прошлом году зима была вообще бесснежной. Все ходили в осенние одежды. Снега практически не было. Такую зиму у нас обычно называют европейской. Тепло и сухо. Будет ли в этом году так же, мы узнали в Ульяновском гидрометцентре. По предварительному прогнозу гидрометцентра России, среднемесячная температура в декабре ожидается выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около норм. Давайте переведу. По прогнозам, декабрь будет не очень холодным. А вот снега должно быть столько же, сколько и в обычной зиме. А не как в прошлом году. То есть, погода идеальна для активных прогулок, снежков, катков и лыжных забегов. Небось соскучились по конькам за прошлую зиму. Тогда и катков-то толком никаких не было. То ли дело в этом. Уже практически приступили к заливке хоккейных кортов, которые расположены во дворах. Их количество большое, больше 90 площадок на кортах, которые будут залиты в ближайшее время, ну, соответственно, по условиям погоды. Будут работать и инструкторы, и тренеры. То есть, дети будут заняты. Поэтому, дорогие жители, будем рады вас видеть на каждой из хоккейных площадок. Также будут работать и все лыжные станции, и горнолыжка в Ундрах. Единственное, чего в этом году точно не будет из-за коронавируса, это массовых спортивных праздников и народных гуляний. Но прогулок и активного отдыха это никак не отменяет. Совсем наоборот. От зимнего спорта здоровью одна польза. Так что готовьте санки, ледянки, лыжи, коньки и, конечно, сумму-борды. Зима будет долгой. Что-то давно мы не смотрели мультики от лаборатории мультфильмов. Исправляемся и смотрим. У-у-у-у-у. У-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ого! А времени-то уже сколько? Пора начинать выходные. Ну ладно, я пошел. До встречи через две недели. Пока-пока! Доброе утро! До зимы осталось три дня. Самое время вспомнить правила зимней безопасности. Первое. Одеваться нужно по погоде. Не ходите на веке в мороз. И не слишком путайтесь, когда тепло. Второе. Промокла одежда, бегите домой. И если замерзли, тоже терпеть не нужно. Третье. Не стесняйтесь пользоваться специальным кремом для защиты кожи. Самое главное, зима не повод сидеть дома. Проводите побольше времени на улице, и тогда вы точно будете здоровы. Инструктор по погоде София Аксеновна.